Друзья, всем привет! Это канал Профигерфитер и сегодня у нас на обзоре моя самоделка моторизация набора 42037, внедорожник багги. Рассмотры вам приятного. Смотря с виду можно сразу понять, что в машине произошли довольно большие изменения. Сейчас мы их все рассмотрим. Впереди появился небольшой такой силовой бампер. Колеса стали по размеру больше. Был 81 миллиметр, а стал 107 миллиметр. И они выглядят более брутально. Далее патрубки выхлопной системы смесились немножко назад и между собой расширились. То есть здесь было расстояние один студ, стало два студа. Смотря на заднюю часть, во-первых, можно отметить то, что появился вот такой силовой каркас для красоты и также в нем есть фары. Сзади находится блок питания, который прикрыт крышкой. Если мы уже заговорили про электрику, то также нужно отметить то, что здесь стоят два L-мотора и вот в этой части стоит еще один L-мотор. Этот L-мотор идет на рулевую, а эти два идут на привод. От L-моторов здесь реализован привод 20-28, здесь на 20-зубую шестеренку и здесь на деференциал. Здесь стоят два ряда шестеренок для усиления. И также чуть не забыл сказать, с рядного четырехцилиндрового двигателя у нас двигатель изменился на V8. То есть здесь четырехпоршины и здесь четырехпоршины. Заднюю подвеску я усиливал, здесь появился мягкий амортизатор, жесткий стал под другим углом. И передняя часть осталась неизменная, передняя механическая часть. Если мы будем говорить именно о моторизации, а не визуальных модификациях, то частям уже показал, а точнее как реализован привод. От L-мотора идет привод на 12-зубую шестерню и тут уже на рулевую рейку и через тяги на колеса. Также здесь можно было бы сделать передний кастлер, но мне кажется он здесь не особо нужен. А также сделать более плавную и обтекаемую крышу. Но так как целью моторизации было желание погонять какую-то модель на скорости по пересеченной местности, то я считаю, что все вышеперечисленное здесь не важно. Результат достигнут. Напоследок хочу сказать, что моторизировать, собирать эту модель мне очень понравилось, так как у меня было немало вариантов модеризации, но проблема была в том, что половина из них трещали или там были еще какие-то другие проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова У меня же на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по поводу моей модификации и моделизации. Всем спасибо за внимание. До скорого. Пока.